Добрый день! Мы потихоньку собираемся, и те, кто присоединился, дайте мне знать, что у меня хорошо слышно. Хорошо ли работает микрофон? Поставьте, пожалуйста, либо плюс, либо просто напишите, что хорошо, чтобы я знала, что громкость комфортная, что слышно меня хорошо, и что мы можем потихоньку начинать разговор. Добрый вечер! Добрый вечер! Отлично, спасибо! Спасибо большое! Добрый вечер еще раз! Меня зовут Наталья Василенко. Я шлю вам привет из Вены, поскольку я венский искусствовед, и сфера моего интереса, моей деятельности как раз искусство, которое в Вене, венское искусство и архитектура, и искусство и архитектура Австрии как таковое, а также искусство, которое хранится в венских музеях. Вот это тоже мое. Вот. Добрый вечер из Белгорода. Да, если, я так думаю, что мы все с вами сегодня из разных уголков света здесь собрались. Если хотите, напишите, кто, откуда. Будет просто очень интересно. Мы же с вами потихоньку начинаем. И я хочу сказать, что сегодня тема разговора, для которого мы здесь собрались, это Орден Золотого Руна. Не так давно в своем аккаунте я проводила небольшой опрос. Я спросила своих подписчиков, кто знает об Ордене Золотого Руна, а кто не знает. И знаете, получился такой достаточно неожиданный баланс. Баланс получился 50 на 50. Поэтому мы с вами сегодня будем вступать отчасти по такой неизвестной почве, по терро инкогнито, но отчасти по известной. То есть получается, что этот Орден где-то среднезнаменит. Что нам сейчас нужно с вами представить? Сейчас я выведу картинку первую на экран. Вот, собственно говоря, так выглядит Орденская цепь Золотого Руна. Если вам мешают комментарии, я не буду отключать комментарии, но если они вам мешают, можно два раза постучать по экрану, и они будут скрываться. Но если вы хотите комментировать, по ходу комментируйте, я вижу все комментарии. И затем, когда у меня будет логическая пауза, я буду на них отвечать. Итак, давайте с вами сначала определим, зачем же мы вообще должны посвятить свое внимание этому Ордену, помимо того, что, в общем-то, там много красивых вещей. Представьте себе, вы приехали в Вену и отправились в Венскую сокровищницу для того, чтобы посмотреть все короны, реликвии, регалии, связанные с австрийской монархией. И вот после того, как вы уже насмотрелись на короны, на бриллианты, на жемчуга, вы оказываетесь в зале, где все предметы вызывают у вас сильнейшее восхищение. И, разглядывая их, вы внезапно понимаете, что их связывает определенная деталь. И эта деталь является знаком. Знак этот с первого налета очень довольно сложно расшифровать. Вот я, например, показываю вам ритуальный меч, который хранится в сокровищнице. И если вы присмотритесь, то вы увидите, например, в верхней части, две жемчужинки у нас, потом справа и слева идет золотая полоса. И когда вы приглядываетесь, вы видите, что там есть огонь и еще какая-то довольно интересная деталь. Вот, собственно говоря, эта деталь, она встречается на ритуальных мечах. Или, например, вы идете по экспозиции Венской сокровищницы дальше. И видите, вот такой занятный предмет, который, опять же, вызывает у вас восхищение, и вы не можете перед ним не остановиться. Потому что это бокал 15 века или кубок из чистого горного хрусталя, украшенный эмалями, украшенный золотом в золотой оправе. Опять же, с жемчугами, с бриллиантами, с изумрудами. И посмотрите, там, где я поставила круги, мы снова читаем этот знак. И знак этот, если вы к нему присмотритесь, опять же, он повторяет звено ордена золотого руна. Значит, это ритуальные предметы. Посмотрите сейчас на эти фрагменты, которые я выделила, и я снова показываю вам орденскую цепь. То есть на предметах, связанных с орденом золотого руна, повторяются фрагменты вот этой цепи сочленения. Плюс посередине вы видите, у нас с вами есть что-то напоминающее камень, и от этого камня в разные стороны расходится огонь. Хорошо, предположим, вы не любите декоративно-прикладное искусство, и вообще вам короны наших габсбургов неинтересны. Но любой человек, который приезжает в Вену, обязательно хочет посмотреть картину «Поцелуй Густава Климта». И он направляется в Верхний Бельведер, музей, где, собственно говоря, этот шедевр, эта картина хранится. Я напоминаю вам, как Бельведер выглядит. Вот вы подходите к дворцу. Знаете ли, сначала архитектура барокко, а потом уже, собственно, «Поцелуй Климта». Вы мимо архитектуры барокко никуда не пройдете. Этот великолепный дворец был построен в 1720-е годы и принадлежал величайшему полководцу на службе австрийской монархии принцу Евгению Савойскому. Мы подходим медленно к дворцу, и сейчас мы будем смотреть ровно туда, куда указывает моя стрелка. Да, мы с вами увеличиваем фасад этого дворца. Мы смотрим на герб принца Евгения Савойского, и что мы видим? Мы снова видим нашу орденскую цепь. Она вокруг герба, на самом видном месте. То есть это означает, что принцу Евгению Савойскому было необычайно важно, чтобы тот факт, что он был награжден орденом Золотого Руна и является рыцарем Золотого Руна, видел любой человек, который подходил к его дворцу. Значит, это необычайно важный орден. И вот, собственно, этим орденом мы сейчас с вами и займемся. И, собственно, в чем заключается моя цель? Моя цель заключается в том, чтобы потом, после нашего эфира, когда вы попадали либо в Вену, либо в крупные города Германии, либо даже во Францию, вы, видя эти знаки, их узнавали, потому что мне кажется, что нет ничего приятнее в искусстве, когда вы внезапно выстраиваете связи, когда вы вспоминаете, что вот я это видел там. И вот в этот момент просветления наступает тот самый катарсис, если хотите. Итак, мы с вами отправляемся в 1430 год для того, чтобы проследить тот момент, когда, собственно говоря, этот орден, которым так гордится сейчас знать в XVIII веке и который существует по сию пору, он возник. Для того, чтобы проследить истоки ордена Золотого Руна, нам нужно увидеть географию герцогства, бургундского герцогства, которое сейчас уже не существует. Точнее, не существует в тех географических рамках, в которых оно существовало в XV веке. Что такое бургундское герцогство? Бургундское герцогство – это объединение земель, которые возникли в XIV-XV веке. Правили этими землями герцоги бургундские. Они представляли собой младшую ветвь французской династии Валова. То есть один из младших сыновей французского короля получил в подарок от своего отца сначала земли, которые находятся в нижней части. Вот видите, у меня написано «Дижон», и там бьется кружочек обведен. А потом постепенно, в течение ста лет, в результате завоеваний, покупок, удачной женитьбы, собирается вот этот вот конгломерат, который, собственно, и был герцогством бургундским. Сейчас, как вы понимаете, эти земли распределены по разным государствам. И герцоги бургундские правили землями, которые были необычайно богаты. И вообще, в принципе, бургундское герцогство, оно отличалось тем, что не просто было богатым, но еще этим богатством кичилось. Это были и великолепные вина, и великолепное декоративно-прикладное искусство, и прекрасная живопись, и великолепнейшая мода. Давайте вот пример моды того времени я вам покажу, дабы усладить наш с вами взгляд. Вот я сейчас буду рассказывать о свадьбе одного из бургундских герцогов. Вот это чуть-чуть попозже, чем то время, о котором я буду говорить. Но, тем не менее, вы видите. Дамы в прекрасных накидках, расшитых золотом с оторочкой мехом. Вот этот вот высокий головной убор НН, с которого сниспадает великолепная полупрозрачная фата. Мужские костюмы с высокими рукавами и вот этими странными туфлями, в которых вообще непонятно, как они ходили. Но, тем не менее, действительно, бургундский двор – это было место, в котором сосредотачивалось искусство, мода, великолепные ремесла и очень такое концентрированное богатство, если хотите. Мы с вами должны сейчас переместиться в Брюгге, ибо то событие, о котором я хочу рассказать, оно происходило в январе, 7 января 1430 года в Брюгге. Вы видите сейчас ратушу в Брюгге, она существует до сих пор, и она как раз была построена за несколько лет до той даты, о которой мы говорим. Что же происходило? Происходила свадьба. Герцог бургундский Филипп Добрый женился на прекрасной даме, на господже Изабеле Португальской. Эта свадьба праздновалась с широчайшим размахом в течение целой недели. Вот представьте себе, для того, чтобы эта свадьба состоялась в Брюгге, было доставлено около 100 повозок бургундского вина, вот оттуда с юга, с дежона, когда я вам показывала карту и показывала нижнюю и южную территорию, мы сейчас находимся на севере герцогства бургундского. Что еще? 15 больших повозок, груженных доспехами, потому что предполагалось, что будут большие ресталищные игры, и они случились. Помимо всего прочего, много дорогих тканей, и сейчас я вам покажу Изабеллу Португальскую, она к собору, в котором проходило, собственно, венчание, она шла по улицам города, и эти улицы города, дома города, фасады домов были завешены красной тканью в знак омажи, да, то есть вот ей отдавалась честь. То есть это бракосочетание было необычайно богатым. Давайте посмотрим, как выглядели жених и невеста. Сейчас вот они, да, вот он герцог бургундский и Изабелла Португальская. В общем-то они оба были уже немножко в возрасте, потому что Филиппу Доброму было 34 года, по тем временам это уже достаточно, и это был третий его брак. Первые два брака не увенчались желанным рождением наследника мужского пола. Бастарды-то у него были, да, и в общем-то уже были сыновья, но тем не менее Бастард не мог претендовать на то, чтобы стать наследником. Поэтому на этот брак он возлагал большую надежду. Была, правда, одна необычная деталь, она тоже была, по сути дела, в возрасте, она была чуть-чуть младше его, то есть ей тоже было около 30 лет. Но забегая вперед, скажу сразу же, что в этом браке долгожданный наследник все-таки родился. Итак, свадьба длится целую неделю. И в середине свадьбы, то есть она началась у нас 7 января, а 10 января все должно было достичь своей кульминации. Кульминацией были присталищные игры, рыцарские турниры. И я сейчас покажу вам миниатюру, которая иллюстрирует, собственно, не эту свадьбу, это просто миниатюра с рыцарским турниром, но она нам дает такой зрительный якорь, чтобы мы с вами представляли, как это происходило. Итак, 10 января в Брюкге огромные рыцарские игры. Мы помним с вами про 15 полосок с доспехами, да, вот это вот все сейчас собирается, да. И, разумеется, это была кульминация свадьбы, это был тот момент, когда все приехавшие гости, все зеваки, все, кто собрался туда поглазеть, они пришли на эти игры. И когда рыцарские бои завершились, то в такой вот прямо в кульминационный момент, когда все еще были в таком, если хотите, раже иступленном, эмоционально возбуждены, то на центр ресталища выходит Герольд. И после довольно длительного перечисления всех регалий и всех титулов Филиппа Доброго, он объявляет о том, что герцог бургонский Филипп Добрый повелевает основать орден Золотого Руна, рыцарский орден Золотого Руна. И этот рыцарский орден должен был быть основан как орден, который будет защищать христианскую веру. И изначально могли быть членами рыцарского ордена только католики. Вот тут такой интересный момент, почему, собственно говоря, затевает эту идею, эту игру наш с вами Филипп Добрый. Есть две причины. Первая причина. Филипп Добрый живет в такие пострыцарские времена, но он был человеком, очевидно, нерешенной такой нотки авантюризма, потому что ему очень хотелось отправиться на святую землю и совершить крестовый поход. В общем-то, очевидно, шансов у него не было, потому что на тот момент, если идти в крестовый поход, то уже было идти не против, не спасать Иерусалим, а спасать Византию, которая вот-вот падет. Если вы помните, в 1452 году, через 22 года после основания ордена Золотого Руна, Константинополь был взят. То есть вот идея заключалась в том, что если не пойти в крестовый поход, то есть хотя бы создать какую-то видимость вот этого вот рыцарского героизма, это была первая идея. А вторая идея была сугубо политическая. И тут нам нужно вернуться с вами к карте бургундских земель на одно мгновение. Посмотрите на них. Они представляют собой некое лоскутное одеяло. И как вы думаете, управлять такими землями, наверное, очень-очень нелегко. И Филиппу Доброму тоже было нелегко, потому что вот его государство, оно собралось только-только в последнее столетие. Есть князья, которые управляют вот этим вот довольно сложным конгломератом. И ему нужно было каким-то образом всех их объединить в единое целое. И этот рыцарский орден должен был связать вместе все элиты тех земель, которыми он правил. И, собственно, он сразу же очень хорошо понимает, что делает. Он объявляет, что рыцарей может быть только 30. Лучшие из лучших. 30 рыцарей плюс 31 он суверен. То есть изначально рыцарей было только 30. Более того, эти рыцари в тот момент, когда они собирались, они были условно равны. И вот это вот просто потрясающе, потому что это и есть та самая игра позднего средневековья в достоинство, в иерархию. Потому что ничего нет важнее и значимее, чем иерархии и внутренней гордости, которую испытывает, собственно, человек, оказавшись вот в этом круге избранных. И более того, было прописано в статуте, сейчас скажу, забегая вперед, потому что о статуте я сейчас поговорю подробно. Было написано, что в тот момент, когда рыцари собирались, то они условно были даже равны. То есть, получается, эти элиты, тех земель, которыми правил Филипп Добрый, в тот момент, когда они собирались вместе по случаю, собственно, определенных праздников рыцарского ордена Золотого Руна, эти люди, забравшиеся там по своему статусу, были равны самому герцогу Бургундскому. Вот это было необычайно важно. Ну и помимо всего прочего, вспомните сейчас описание нашей свадьбы, я ее не случайно описывала столь подробно. Всякий раз, когда они собирались, они устраили вот точно такое же шоу, демонстрации своей роскоши. И об этом мы тоже сейчас поговорим. Итак, 10 января 1430 года, день основания ордена Золотого Руна. Но понадобился еще целый год, чтобы секретари Филиппа Доброго все очень четко прописали, какой знак, что носить, где собираться, в какой момент кому, где отдавать кому честь и так далее и тому подобное. Но самое главное, что стало еще дополнительным бонусом для этого рыцарского ордена, это то, что рыцарей освобождали от дополнительных налогов. И еще один важный момент, судить рыцаря ордена Золотого Руна могли только рыцари Золотого Руна. То есть они могли совершать некие поступки, а за эти поступки судить могли только люди, словно равные им. Итак, мы с вами продолжаем наше путешествие и подбираемся к одной из самых любимых моих тем, а именно к самой цепи ордена Золотого Руна. И так, как я уже сказала, понадобилось еще немного времени, больше года. Только в ноябре 1431 года в Лиле, тоже наверху в Нидерландах, собираются рыцари. Сначала их было 27, не 30. Они еще думали, кого бы еще добавить такого важного. То есть туда просто так вступить было невозможно. Действительно, это были сливки элит. И вот на этом первом собрании прописываются и объявляются главные правила, главные статуты. Итак, суверен ордена у нас правящий герцог Бургундский. В данном случае это был все еще Филипп Добрый. Рыцарь ордена Золотого Руна должен отказаться от членства любых других рыцарских орденов. Нет такого ордена, который бы был равен ордену Золотого Руна. И что очень интересно, позднее даже Папа это подтвердит. Папа Римский подтвердит эти привилегии. Далее. Обязательным является ношение орденской цепи. Вот она сейчас перед вами. Эта цепь хранится в сокровищнице Венского музея. Венского Вены, просто в сокровищнице Вены. И это одна из старейших цепей. То есть, возможно, ее носил не сам Филипп Добрый, но его сын Карл Смелый, возможно, носил эту цепь. Так вот, эта цепь состоит из 32 компартиментов. Когда я говорю компартимент, я имею в виду как раз вот те части, которые с такими крючочками соединяются. Сейчас мы узнаем, что они обозначают. Почему 32? Потому что 30 рыцарей ордена Золотого Руна и 2 для суверена, 2 для герцога Бургундского. Ну, потому что на его плечи уложится самая важная ответственность. И вот эта ранняя цепь, только она обладает такой фантастической символической нагрузкой. Мы помним, что в Бургундии были выдающиеся ювелиры. И вот в этой цепи так устроены компартименты, что они не спаяны между собой. И если один из них разделить, цепь рассыпается. Если убрать один компартимент, цепь соединить нельзя. Это было символическое значение того, что рыцари ордена Золотого Руна все 30 плюс суверен являются неделимым братством. То есть вот эта вот первая цепь, и только она, и только такие цепи, которые делались в 15 и первой половине 16 века, они обладают вот такой фантастической символической нагрузкой. Чтобы сразу же показать вам, почему я это подчеркиваю, вот посмотрите, я специально даю вам две картинки для сравнения. Вот та, которая с левой стороны, это 19 век, вы видите, что она уже такая более тонкая. У нее нет вот этой благородной золотой тяжести, которая присутствует в более старой цепи. Она такая вся уже более символическая. Но мы помним, раннюю цепь нельзя было разъединять. Если ты ее разъединяешь, она попросту распадается. Теперь мы с вами подходим, собственно, к компартиментам. Потому что если мы увеличиваем фрагмент цепи, мы, вот сейчас он у меня увеличен, мы понимаем, что вот эти вот сцепляющиеся части, они повторяются и что-то обозначают. Что они обозначают? Обозначают они следующее. Они повторяют очертания кресала и кремня. То есть кресало, вот оно лежит у нас впереди. И если я за него берусь, то есть вот эти вот ушки, они как раз для руки, для того, чтобы было удобно держать, а в другую руку я беру камень, то я высекаю огонь, появляется искра. И теперь вы понимаете, почему в компартиментах между ними камень, а из этого камня выходит огонь. Сейчас я снова переведу на цепь нашу картинку. То есть, по сути дела, в орденской цепи повторяется всё время мотив огнива – кресала и кремень. И это было связано с двумя символическими моментами. Вот вы теперь понимаете, что то, что сцеплено между собой – это кресала. Кресала, которое высекает огонь из кремня. И вы видите, что вот этот вот чёрный камешек, покрытый эмалью, он как раз его и символизирует. И вокруг у нас уже пошёл огонь. Дериз рыцарского ордена – один из, их там много. Прежде удар, затем пламя. То есть, сначала действие, а потом, собственно, результат этого действия. И цепь это отражает. Но есть и вторая, великолепнейшая символическая нагрузка, собственно, именно такого решения этой цепи. У ордена было несколько покровителей. Один из покровителей был святой Андрей, апостол Андрей Первозванный. Почему? Ну, потому что, во-первых, потом орден будет собираться постоянно 30 ноября, день празднования как раз святого апостола Андрея. И по второй причине у самих герцогов бургундских были определённые мистические отношения с святым апостолом Андреем. Что я имею в виду? Я имею в виду, что они считали его своим духовным покровителем. Это первая причина. И вот, собственно, это одна из духовных нагрузок ордена. А вторая духовная нагрузка. Покровительницей ордена считалась ещё и Богородица. И вот здесь очень важная именно символическая деталь на уровне игры, символики и богословия. Вы помните о непорочном зачатии. И, собственно, точно так же, когда вы держите в руке кресала, ударяете по кремню, и у вас из ничего ниоткуда рождается искра. И из этой искры разгорается пламя, а пламя, собственно, символ Святого Духа, точно так же непорочно Богородица от Святого Духа зачела Спасителя Иисуса Христа. Да, то есть вот, казалось бы, в каких-то таких удивительных моментах прослеживается столь глубокая символика. Это то, за что нежно и трепетно я люблю искусство и Средневековья, и Позднего Средневековья. Итак, мы теперь с вами знаем символику этой цепи. Мы отправляемся с вами дальше. Как же это носить? Можно это носить и выглядеть очень-очень модно. Вот посмотрите, пожалуйста. У нас с вами на миниатюре, вероятно, нидерландского художника Рогира Вантервейдена. С левой стороны такой изящный, стройный господин в черном шапероне, опять же, с таким бургундским камзолем, в характерных туфлях, которые мы сегодня видели уже с длинными носами. Это и есть Филипп Добрый. Рядом с ним в золотом камзольчике как раз уже родившийся долгожданный наследник, будущий Карл Смелый. И вы видите, что вот у него на груди лежит эта цепь. И если вы посмотрите, с правой стороны человек в зеленом камзоле. Вы увидите, что у него эта цепь не спадает назад. То есть ее вот прикалывали по уровню как раз горловины, отороченного мехом вот этого кафтана. И длина ее была 90 сантиметров, поэтому она так красиво ложилась по плечам. Давайте еще один вариант посмотрим, чтобы у нас окончательно это закрепилось. Да, вот сейчас тот же самый Филипп Добрый, но сейчас сидит. И вы снова видите, ему предстоят, соответственно, его приближенные. Все они здесь, с правой стороны, рыцари ордена Золотого Руна. И вы видите, каким образом в ранний период этот орден носился. Итак, я уже сказала, что первое собрание состоялось в Лиле в 1431 году. И на этом собрании, в общем-то, еще огласили и объяснили символику, собственно, почему Золотого Руна и какие смыслы в это Золотое Руно вкладывали. Я сейчас показываю вам картинку из метаморфоза Видия, так как ее иллюстрировали во второй половине XV века. Вот где-то в комментариях мне здесь писали о Колхиде и Тезее и самом Золотом Руне. Да, в основу была положена античная легенда о античном герое Тезее, который, желая вернуть себе на родину, в Фессалию, Золотое Руно, поступает следующим образом. Собирает героев, аргонавтов, среди которых был и Геракл и Орфей. Им мастер Арго, Аргос, создает корабль, который они назвали Арго, и они отплывают в Колхиду для того, чтобы вернуть этот реликт Золотое Руно. И у них все получается, они возвращаются. Это у нас с вами современное-античное прочтение этой легенды. А давайте переложим эту легенду на язык Средневековья. Что у нас получается? У нас получается следующее. Феодал Тезей собрал своих вассалов, которые отправились в Христовый поход для того, чтобы вернуть дорогую реликвию, драгоценную реликвию. Речь идет об Руне, речь идет о шкуре барана, но можно сказать, что это шкура Агнца. Агнец – это Господь. С жертвенным Агнцем соотносится жертва Христа. Вот таким образом у нас с вами античная легенда обретает плоть и кровь, но уже в совершенно ином толковании. Толкование, которое характерно для Средних веков, плюс приобретает религиозный подтекст. И вы видите на этой картинке, что у нас с вами Тезей, он отнюдь не одет как древнегреческий герой, да, он одет как рыцарь. Это у нас первая часть легенда. Но, в общем-то, все было даже гораздо сложнее, потому что это античная подоплека, но есть и вторая часть легенда, которая связана с Ветхим Заветом. Извините. В Ветхом Завете. Есть тоже история о руне, о шкуре барана. Мы ее находим в Ветхом Завете. В Ветхом Завете был иудейский судья Гидеон, судья и полководец, который должен был возглавить войско, но ему, в общем-то, не очень хотелось. Он ждал знамения Господа. И каким образом он спросил знамения у Господа? Он взял руно и попросил Господа, Господи, сделай так, чтобы я положил это руно сегодня вечером, а утром, когда я встану, роса упадет только на руно, а вокруг будет сухо. Он проснулся утром, и Господь исполнил его просьбу, дал ему знамения. Он выжил это руно, и была целая чаша росы. Но Гидеону, очевидно, не очень хотелось идти в военный поход, поэтому он сказал, Господи, не сочти, что я дерзок. Пожалуйста, повтори свое знамение еще раз. Давай вот сегодня утром будет наоборот. Руно будет сухим, а вокруг будет роса. Но он проснулся утром, и так случилось. И, собственно, ему уже никуда было не деться. Ему нужно было отправляться в поход. Вот. Посмотрите на мою картинку. Опять же, это у нас 15 век, вторая половина 15 века. Вон, вы видите, там с причудливым великолепным хвостиком лежит это самое руно. И Гидеон стоит молиться, и он снова в рыцарских доспехах. То есть его, опять же, переносят совершенно в понятную семантику на уже рыцарского средневековья. Более того, вот эта тема в Ветхом Завете с руном Гидеона, она тоже связывалась с непорочным зачатием Богородицы. И таким образом у нас получается, что благословская традиция подводит такой великолепный базис под орден Золотого Руна. Есть и героическое начало, связанное с античной легендой, с Езоном. И есть со второй стороны библейское начало, связанное с Ветхим Заветом и связанное с Гидеоном. И иногда еще орден Золотого Руна называют орден Гидеона. То есть посмотрите, как все было великолепно продумано, какая прекрасная символика, какая прекрасная историческая нагрузка. То есть мы можем только восхищаться умами приближенных Филиппа Доброго в первой половине XV века. Как проходили собрания? Собрания, я уже намекала вам, что собрания проходили, в общем-то, по определенному статуту. И, собственно, сначала они проходили каждый год. И только приблизительно где-то, может быть, через 10-15 лет они стали проходить реже. Мы очень много о них знаем. Почему мы много знаем? Потому что постоянно первые 100 лет очень четко все документировалось. То есть действительно под этот орден была создана такая великолепнейшая теоретическая подложка, если хотите, которая потом долго, на протяжении многих столетий работала на то, чтобы он сохранялся и процветал. Итак, собрания ордена проходили в разных городах. Это был и Дижон, и Лиль, и Брюгге, и Гент. Брюгге, может быть, немножечко почаще. Почему? Потому что нужно было путешествовать. Нужно было постоянно в разных частях герцогства Бургонского показывать, собственно, значимость этого ордена. И мы сейчас с вами видим собрание на миниатюре, которое я показываю на экране. Орден, сразу же стало ясно, носил такой немножечко полудуховный окрас, потому что собирались они в главных храмах и соборах тех городов, где, в общем-то, проходила встреча. Обратите внимание, как они красиво одеты там сидят. То есть не только в одной цепи, в общем-то, заключалась демонстрация их достоинства. Нет. Была продумана великолепная торжественная тога, которую, в общем-то, носили вплоть до начала XX века. То есть Капсбурги, правящая династия в Австрийской, они облачались в это вплоть до последних моментов своего существования. Из чего, собственно, состоит это облачение? Вот там у нас, с левой стороны внизу, вернее, виднеется такая алая туника. На эту тунику надевается мантия. С одной стороны, с левой стороны, да, то есть с левой стороны, это мантия целиком и полностью закрывает руку. Вторая рука видна. Мантия подбита белым шелком, как вы видите. По краю мантии идет широченная вышивка, расшита она золотом. И вы снова видите, что повторяется как раз все время звенья, уже очень хорошо знакомые нам орденской цепи. Цепи и сверху вешается, соответственно, эта цепь. На голову член ордена золотого руна надевал шаперон. Вот он здесь. Этот шаперон имел шарф длиной 165 сантиметров, который закручивали вокруг шеи. Сейчас я вам покажу, как это выглядело не на манекене, а как это выглядело. Вот, собственно говоря, это из хроник ордена золотого руна. Вы видите, как он стоит. Одна рука у него покрыта мантией, вторая рука у него свободна. Очень хорошо, нарядно просвечивается вот этот атласный белый подбой. И вы видите, что шарф, он не спадает, и затем иногда его забрасывают на плечо. Вот так они, в общем-то, дивно были хороши с собой. Причем шаперон, он иногда носился, иногда нет. Вот сейчас я показываю вам еще одно собрание. И здесь они будут сидеть без шаперона в таких характерных причудливых шапочках. Что происходило на собрании? Зачем они вообще, в принципе, собирались? Ну, во-первых, они собирались, чтобы показать себя. Сейчас мы на нескольких других картинках, я покажу, как это происходило. Но когда они уже внутри сидели в церкви, то проходило следующее. Они разбирали поведение каждого члена за год. Тот, кого обсуждали, выходил. Он не был на этот момент в зале. И, в общем-то, все присутствующие люди, кто хотел сказать, что вышедший плохо себя вел, он об этом заявлял. И самое интересное, что точно так же поступали с герцогом Бургундским. Да, он выходил, но, может быть, его не так уж и сильно обсуждали, но, тем не менее, формально это тоже соблюдалось. За что можно быть исключенным из ордена Золотого Руна? За трусость. Если вассал не оказывал помощь на поле боя или покидал поле боя, есть в этот ранний период несколько вариантов исключения именно за трусость. Членство ордена, то есть рыцарство, вот это рыцарское звание давалось пожизненно, но нельзя было передать по наследству. И изначально драгоценную цепь вы должны были возвращать ордену, но это не сохранялось. Все они сидят с одинаковыми цепями. А вот тот, на который у меня стрелочка указывает, обратите внимание, у него цепь пошире, пожирнее. Давайте на нее посмотрим, потому что он обречен довольно важным саном. Он является Герольдмейстером. Герольдмейстер – это как раз тот человек, который вел хронику. Из нее именно я вам показывала сейчас картинки. И Герольдмейстер отмечал, кто пришел, кто умер, кого выбрали и так далее и тому подобное. И если нужно было объявить некое важное сообщение, то он, соответственно, эту цепь на себя налагал и объявлял. До начала XVI века, приблизительно где-то в 1530-е годы, рыцарей становится больше, их становится 50, потому что захотелось вот эту сферу влияния расширить, потому что очень хорошо действовал этот орден. И вы сейчас видите цепь Герольдмейстера в тот момент, когда рыцарей было уже 50. И она очень удивительным образом устроена. Посмотрите, там есть выпуклые компартименты, они повторяются. Опять же, 50 по члену рыцарей, на каждого рыцаря один, плюс в середине, там, где висит, собственно, вот эта шкурка, там два компартимента для суверена. В данном случае им был император Карл V. Так вот, когда вы смотрите в сокровищнице на эту цепь, то вы понимаете, что внизу лежит еще несколько таких же дополнительных гербов. Почему? Потому что, когда рыцарь Золотого Руна умирал, то, соответственно, его герб отсюда доставали, а вновь принимаемого рыцаря для него делали новый компартимент и туда вставляли. То есть, когда герой-мейстер на собрание надевал, налагал на себя эту цепь, он становился как бы человеком, который выражал актуальное состояние ордена на тот момент, когда, вот, собственно, он выступал. Как правило, собрания длились в течение трех дней. И все эти три дня происходило следующее. Рыцари Золотого Руна облачались в свои прекрасные, вот эти красные итоги и отправлялись по улицам города, там, где проходили собрания, в церковь или в собор. Ежели кто-то не мог присутствовать, он посылал своего Геройда, и Геройд ехал и держал его герб. Дескать, он присутствует, он все-таки есть. Они доезжали до собора, и ехали они по улицам, которые отнюдь были непростыми. Эти улицы на время присутствия рыцарей Золотого Руна в городе убирали необычайно красиво. Это могли быть драгоценные шпалеры. Вот я вам сейчас показываю как раз одну из таких шпалер. Шпалеры тысячи цветов, потому что вот эти вот цветы, которые вы видите, это, они вытканы золотом, и, собственно, среди этих цветов, среди них тоже прослеживается символика рыцарей Золотого Руна. То есть вот такие великолепные шпалеры, либо ткани. И когда они приезжали в собор, вот в Брюнге, в соборе Святого Сальватора, Святого Спасителя, это сохранилось, они садились на стулья для клира, для капитула собора. То есть в тот момент, когда в городе были рыцари Золотого Руна, они имели право сидеть на тех стульях, на которых обычно миряне не сидят, хотя они были мирянами. И вот, собственно, вы сейчас видите стулья клира, и там сохранились гербы, потому что каждый из них садился на свой герб. Ну и, наконец, во время этих собраний, собрания, как правило, проходили как раз 30 ноября, в день Святого Апостола Андрея, принимали новых рыцарей и приносили клятвы. Вот на этом кресте. Этот крест сейчас хранится в Вене, в сокровищнице. Но в тот момент, когда в настоящее время австрийская ветвь рыцарей Золотого Руна собирается, это как раз происходит 30 ноября, этот предмет покидает музейное пространство и участвует в ритуалах. То есть, по сути дела, большая часть рыцарей Золотого Руна, именно австрийской ветви, сейчас я скажу, что есть австрийская и испанская, объясню, они приносили клятву именно на этом кресте. Если его перевернуть, то там есть знак ордена Золотого Руна, внутри, разумеется, есть реликвия, потому что без реликвии, в общем-то, не происходит таких важнейших событий. Но вдумайтесь только, на протяжении почти 600 лет этот крест участвует в ритуалах и покидает музейное пространство до сих пор, когда эти ритуалы необходимо совершить. Это ошеломляет. Что у нас с вами осталось? Нам осталось понять, каким образом сейчас оказался этот орден Золотого Руна в, собственно, в Вене, какой он имеет отношение к правящей династии Габсбургов. Случилось это следующим образом. Герцоги Бургундские в 1477 году прекращают свое существование по мужской линии, потому что Карл Смелый пал в битве при Нанси. Он вообще человеком был достаточно такого характера вспыльчивого. Это была битва, в которой ясно было, что он не победит, но тем не менее он, руководствуясь рыцарскими идеалами, все равно остается в этой битве. И, собственно, битва при Нанси – это битва, в которой погиб цвет европейского рыцарства. Но у него остается одна единственная дочь. Это дочь Мария Бургундская. Вот вы видите сейчас ее слева. Уже давно, еще при жизни ее отца, шли переговоры по поводу ее брака с сыном императора, правившего тогда императора Священной Римской империи Фридриха III. Почему эти переговоры стопорились? Они стопорились из-за того, что ее отец, вот как раз павший в бою Карл Смелый, очень многого хотел. Он хотел, чтобы его бургундское герцогство стало королевством. Теоретически император Священной Римской империи мог бы поднять статус его герцогства, но тогда бы он вступил в конфликт с французским королем Людовиком XI. А этого, конечно, императору Священной Римской империи не хотелось. И вот был такой, если хотите, тени толкает. То есть они не могли прийти к договоренности. Но смерть Карла Смелого, она поставила на все свои собственные акценты. Мария Бургундская остается единственной наследницей. И, естественно, за ее руку тут же начинается настоящая драка. На тот момент, к счастью или к сожалению, у французского короля Людовика XI был один единственный сын, которому было семь лет. И, в общем-то, он собирался его женить на Марии Бургундской, которой на тот момент было уже 20 лет. То есть его ничего не смущало. И Мария Бургундская, которая на тот момент уже видела портрет Максимилиана, она каким-то тайным образом, действительно тайным образом посылает ему послание и говорит о том, что она согласна на этот брак. И Максимилиан из Вены начинает к ней путь. И это очень трогательно интересная история, потому что у него не было денег для того, чтобы доехать до Гента, где должна была состояться свадьба. Это, конечно, звучит парадоксально. Император не обладал средствами для того, чтобы отправить своего сына для бракосочетания. Но, тем не менее, это было так. На эту тему, кстати, есть великолепный сериал. По-моему, так и называется Максимилиан. Если хотите, посмотрите. Там как раз описывается эта ситуация, когда он едет, ему не хватает денег, он занимает деньги, он приезжает в Кёльн, и в Кёльне вдруг внезапно оказывается, что он не может дальше ехать, потому что у него средств нет, что все средства, которые у него были, у него забрали купцы за долги. И в данный момент, в это мгновение, на выручку приходит мальчиком Марии Бургундской. Она дает Максимилиану необходимую сумму не только для того, чтобы доехать, но и для того, чтобы он въехал достойно. Потому что он должен был одеть себя, должен был одеть свою свиту, иначе бы попросту не то, чтобы даже Мария его не приняла, его бы не приняли бы элиты бургундские. Поэтому, собственно, так и случилось. Он приехал, по сути дела, вот если хотите, таким беспреданником, да, по сути. Но брак этот свершился. Примечательно, что они изначально говорили между собой только на латыни. У них не было другого языка общего, но Максимилиан очень быстро выучил и французский, и фламандский. И когда они поженились, а согласно брачному договору, они правили паритетным, они правили, то есть они были одинаково равны в этом правлении, он, как герцог бургундский, становится сувереном ордена Золотого Руна. И вы знаете, в этот момент, наверное, Максимилиан переживает какой-то катарсис. Я никогда его представляю, я думаю, что он был счастлив, как, я не знаю, Кокер Спаниэль, если бы мог быть так счастлив, если мог в его статусе проявлять таким образом свое счастье. Потому что Габсбурги до этого, они уже несколько орденов основывали. У них был орден Косы, у них был орден, не помню, выпало сейчас из головы, то есть у них было уже несколько рыцарских орденов. Но эти рыцарские ордена, они распадались, потому что у них не получалось создать вот ту самую великолепную подложку, которую я вам сейчас рассказывала, и идеологическую, и значимую, и с точки зрения вот всех тех достоинств, которые были вложены в этот орден. А тут он внезапно получил все готовое. Более того, он приехал в страну и начал ей править, герцогством, которое он начал править, которое в культурном отношении, по отношению к его австрийскому герцогству, стоит на много-много-много уровней выше. И здесь нужно отдать Максимилину должное, что он все это впитал. Максимилиан становится чуть ли не одним из самых значимых монархов, который поставил искусство на службу собственной пропаганды. На него потом будет работать целая плеяда художников, в том числе и Альбрихт Дюрер. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, с вами я обращусь к целям и принципам, когда мы дойдем до нынешнего существования ордена, нам уже совсем немножко осталось. Давайте посмотрим, как они выглядели в момент свадьбы. Вот так, вероятно, они выглядели в момент свадьбы. К сожалению, он очень недолго длился, этот брак, только пять лет, потому что Мария Пургундская в возрасте 25 лет упала с коня во время охоты, она очень любила охоту, и умерла. Нужно отдать должное Максимилиану, он до конца жизни останется безутешным, он женится еще один раз, но женится исключительно ради приданного, ради денег, потому что денег ему постоянно не хватало. Итак, ему как суверену ордена Золотого Руна наследует его внук. Его внук Карл V, император Карл V. Вот он перед нами сейчас. И император Карл V сделал следующее. Он, во-первых, расширил количество членов ордена Золотого Руна до 50, но здесь был еще один важный момент. Это тот самый император, который мог сказать, что в его владениях не заходит солнце, потому что номинально он был королем, вернее, не номинально, а реально, он был королем Испании, он был герцком Бургундским, он был герцком Австрийским. В этот период Астрия получает еще возможность заполучить корону Богемии, нынешней Чехию, корону Венгрию, плюс еще корону Америку открыл. То есть у него действительно были огромнейшие территории, и он не смог их, разумеется, удержать, это было невозможно. И часть этих территорий он отдает своему младшему брату, который уезжает в австрийские земли и, собственно, правит австрийским герцогством, становится королем Чехии и королем Венгрии. И вот в этот момент династия Габсбургов, она распадается на Испанскую ветвь, потому что его сын становится испанским королем, Филипп II, и на австрийскую ветвь. Орден сначала остается в Испании, но в 1700 году испанская ветвь Габсбургов вымирает из-за близко-династических браков. И австрийские Габсбурги сначала успешно, а потом неуспешно борются за испанскую корону. В тот момент, когда стало ясно, что испанскую корону им не удержать, то Карл, будущий император Карл VI, уезжая из Испании, вывозит все реликвии, архивы, все, что было связано с орденом Золотого Руна. В 1724 году происходила конференция, на которой, собрание, на которой они пытались договориться. Испанская правящая династия уже Бурбонов и Габсбурги. Но они не пришли ни к какому соглашению, и номинально было принято следующее молчаливое согласие, что теперь есть испанская ветвь Золотого Руна и австрийская. Что касается испанской ветви, то она стала вести себя более демократично. Ну, во-первых, после наполеоновских войн испанские рыцари Золотого Руна стали принимать не католиков. Вот тогда, в тот самый момент, например, русские цари стали тоже, императоры стали тоже рыцарями Ордена Золотого Руна. Что касается австрийской ветви, то она, если хотите, сохраняет такую чистоту крови. То есть только католики. И у них тоже сейчас уже больше 50 членов Ордена Золотого Руна. Но, тем не менее, все-таки они стараются придерживаться тех принципов, которые были заложены при герцогах бургундских. При этом они уже в XIX веке перестали носить вот эту огромную цепь. Они решили, что гораздо легче вешать так называемый клейнот. И вот вы сейчас его видите. Это клейнот XIX века. Его вешали в петлицу. Сейчас я вам покажу портрет предпоследнего императора австрийского Франца Иосифа. Посмотрите, вот здесь в петлице собственно у него висит этот орден. То есть его стали, если хотите, носить в таком усеченном варианте. После того, как в 1918 году империя распалась и Габсбурги были вынуждены отправиться в изгнание, то, решившись своих титулов императорских, тем не менее, они сохранили за собой титул суверенов Ордена Золотого Руна. И вот сейчас вы видите Карла Габсбурга-Лотеринского. Он в самой середине, то есть такой самый высокий, выступает, идет на нас. Он сейчас действующий магистр Ордена Золотого Руна. И вот следующая, последняя картинка, которую я вам показываю, вы сейчас ее видите, он, собственно, принимает в рыцаре своего сына. Этому сыну сейчас, по-моему, или 22, или 23 года. Он известный в Австрии гонщик. Вот он перед нами. Орден существует. И, собственно, если мы говорим, вот вопрос, который я сейчас вижу, главные цели и принципы. Главные цели и принципы Ордена Золотого Руна сейчас, наверное, заключаются в том, чтобы сохранить вот эту условную элитарность при отсутствии, собственно говоря, у Габсбургов уже короны. Потому что, согласно австрийской конституции, после того, когда распалась империя, ни один Габсбург не имел права въехать на территорию вновь основанной республики, не отрекшись от престола. И отец Карла, Отто, он уже отрекся. Собственно, ни на какой престол, ни сам Карл, ныне суверен Ордена, ни его сын, который является наследником, претендовать не могут. Но, более того, они не могут даже писать свои фамилии фон. Они не могут писать Карл фон Габсбург. Это, на самом деле, смешная история, потому что периодически Карл пишет Карл фон Габсбург. Если вы зайдете на его сайт, то там вот эта маленькая буква ФАУ будет. Его привлекают к суду. Суд выносит решение, что, дескать, нельзя так делать. Он платит штраф, но ФАУ не убирает. То есть, вот такая гражданская у него позиция. И Орден, он, по сути, играет ту же самую роль. Он является инструментом сплочения элит в тот момент, когда, собственно, уже нет никакой феодальной основы для того, чтобы эти элиты сплачивать. Он сохранил свой статусный принцип. То есть, есть сейчас примеры того, когда в Орден Золотого Руна принимали людей, которые в прошлом не были относящимися к аристократическим семьям за заслуги. Но это очень редко, да. Потому что в Габсбурге они стараются до сих пор сохранять, ну, если хотите, чистоту крови. То есть, они пытаются заключать браки между членами бывших аристократических семей или ныне аристократических семей. То есть, они пытаются сохранить вот свой статус. Поэтому ответ на ваш вопрос именно такой принципы. А принципы связаны с католической церковью. То есть, принципы те же самые, которые были при Филиппе Добром укреплении и распространении католических, самой католической веры, укреплении католической церкви. Наверняка они сейчас занимаются еще и благотворительностью. Иначе, как же нет? То есть, вот так. Но на самом деле Австрийская Республика очень поддерживает их именно потому, что это вот такой великолепный, красивый ритуал, который пронесся через почти шесть столетий в 2030 году. Я думаю, с очень большим размахом. Они отметят 600-летний юбилей. Если у вас есть вопросы, я буду рада на них ответить. так. Получается, что нижний ряд пока безликий. А что вы имеете? Это вы имеете в виду цепь Герольдмейстера, да? Почему безликий? Давайте посмотрим. Нет, не безликий. Посмотрите. Я имею в виду, что, например, посмотрите, условно, вот у нас в центральной части, в центральной части у нас с вами два герба самого суверена, а справа и слева уже гербы людей, которые просто являются рядовыми членами ордена. Если он умирает, мы достаем герб, кладем его условно куда-то, он становится историей, и изготавливаем новый герб. Вернемся. Да, я поддерживаю вас. Благотворительность это очень важно, но я имею в виду, что благотворительностью они наверняка занимаются, потому что, потому что им необходимо, да, если они не будут заниматься благотворительностью в настоящее время, то их будут порицать. То есть у них это хорошо, благотворительность, ну и выбора у них в общем-то нет. А нет гербов. А что вы имеете нет гербов? Я не очень понимаю. Нет гербов. Финансы ордена. Финансы, вообще финансы Габсбургов это очень интересная тема, потому что финансы Габсбургов, они, наверное, где-то рождаются в второй половине восемнадцатого века, потому что супруг императрицы Марии Терезии был необычайно предприимчив, собственно, Габсбурге, до сих пор вот на этих финансах существует. А что касается общих финансов ордена, то да, у них был казначей, у них была общая касса изначально, и часть праздниц она финансировалась с этой общей кассы. Да, это тот самый Максимилиан Инсбрук как раз. Максимилиан очень не любил Вену, он очень не любил Вену, потому что, когда он был ребенком, его мать и отца и отца